Всем привет, друзья! Это ЦСКА Баскет Шоу. Прямой эфир. Как приятно это говорить, вы бы знали. И мы сразу с таким гостем. Это игрок ЦСКА, разыгрывающий Юлий Умрихин. Юрий, привет! Всем здрасте, здрасте! Привет! Давай поздороваемся, как будто мы еще друг друга не видели. Вы перед прошлой игрой молодыми, ты, Фил Гафуров и ваш кэп раздавали автографы. То есть, ходили ребята молодые, все брали автографы. Как? Кайф? Это же слава! Да, да. Вот это кайф. Это первый раз было в моей карьере, чтобы вот так вот сесть, общаться с болельщиками. Было супер. Сколько? Кого было? Кто больше подходил? Детишки, девчонки? Эффективен был совсем разный. И взрослые, и маленькие женщины, и мужчины. Было очень много народу. Какие три главные черты Каспера Уэра? Вот ты как отокуга. Я думаю, это скорость организации игры. И что-нибудь, давай, человеческое какое-нибудь в качестве. Хороший человек, но просто веселый, общительный. Он много шутит в раздевалке? Да, да. Общается со всеми. С кем ты больше всего общаешься из игроков, основной команды, если мы убираем молодых, да, из тех, кто постарше? Я думаю, Ваня Ухов, Семен Антонов, Никита Курбанов. И вот, правда, раздевалки, вот так случилось, что я хожу рядом с Саймоном. О, я знаю, как много с Саймоном шутит. И еще есть остальные, Леша Шверцкий. С ним тоже общаемся много. Ты можешь сказать болельщикам пару приятных слов, передать привет, возможно, кому-то. Игр в Токио, баскетбол 3 на 3, так вкусно, бахнет женскими духами. Анастасия Лагунова, Юлия Козик. Скажите, приятно же посмотреть баскетбол, а не играть в него, да? Ну, иногда. Конечно, да. Особенно, когда у тебя уже отпуск начался, хочется посмотреть на других. Да, и как отпуск проводите? Первые дни отпуска что делали? Отдыхали. Вообще ничего. Да, вот как отдыхают баскетболисты после такого насыщенного сезона? Ну, начнем, наверное, с того, что тебе не надо просыпаться никуда. Ты можешь спать просто до 12, до часа, наслаждаться. Все, никуда не собираться, не бегать, не тренироваться. Я вижу столько радости в глазах. Мы сейчас говорим с вами про баскетбол 5 на 5, но вы обладательница медалей олимпийских по баскетболу 3 на 3, это гораздо более жестокая игра. Вам после баскетбола 3 на 3 смотреть, когда... Вот мы им свистят просто за довольно-таки легкие касания по меркам 3 на 3. Как вообще перестроиться? Вы играете 3 на 3, потом играете 5 на 5. Это совершенно разные судейства. Как не апеллировать к судье? Ну, мне кажется, все равно надо привыкнуть к судьям, потому что все судьи разные, и все судьи по-разному судят. Ну, конечно, в любом случае 3 на 3 это пожестче, но первые разы, кажется, мы можем иногда и за 5 полок сесть, потому что немножко еще не перестраивались. Но в целом потом уже привыкаешь. А мяч, вот уже он в 10, ну, то есть он того же размера, но весит по-другому. Сколько уходит время на то, чтобы перестроиться на новый мяч? Мне кажется, я помню, как мы начинали перестроиться, только начинали в 3 на 3. Мне кажется, первые 3-4 дня у нас просто мяч улетал в вау, и у нас тренер, мне кажется, он психовал, что мы не можем нормально отдать ни бас, ни нормально бросить. Ну, а потом все, возвращается, вспоминается. Ты более 5 на 5, сел, отдохнул, вышел там на 2 минуты, Катя отдохнула, а в 3 на 3 ты постоянно бегаешь, просто постоянно бегаешь. Нет, и есть еще четвертый человечек, который тебя спасает после 20 секунд. Он один на троих, там как бы в 5 на 5 два состава выходят, просто можно всю пятерку сменить. Вот, но поэтому в 3 на 3 нужно физикой больше, чем в 5 на 5, потому что там всего 10 минут, но за эти 10 минут ты просто выкладываешь все, я не знаю, как вы. Я не уверена, что когда-нибудь выкладывалось так же, как ты на игре 5 на 5, как в 3 на 3 за 10 игрового рейпера. Есть устойчивое выражение, и это, наверное, и правда, что защита выигрывает титулы. Как вы к этому относитесь, а что вы про это не скажете? Я думаю, в 5 на 5 это да, это работа. Это может к этому отнестись. Да, в 3 на 3, наверное, нет. А в 3 на 3 трехи выигрывают? Да, больше трехи, наверное. Вот эти вот трехи непонятным мячом. Малыш с ростом 178 сантиметров. Каспер Уэйр. 25 очков. Зенит ничего не мог с ним сделать. Смотрели же вы игру? Как вам Каспер? Хороший, по-моему, сказать. Но я не по маленьким, я не знаю. У нас гость Никита Загдай, автор и ведущий, телевизионаловик сверху, журналист. Да тут не числять все регалии. У меня просто не хватит такого количества слов. Вы, как человек в телевидении, в первую очередь. На прошлом матче у нас были ребята из кругов на полях. То есть это абсолютно знаменитейшие ребята, которые знакомятся с баскетболом. Вот во время финала единый риги МТБ. Это лучшее время, чтобы познакомиться с лучшей игрой с мячом. Вот самое сложное на первом матче финала было зайти, прийти на место для студии и по пути со всеми поздороваться или просто удивиться, как много знаменитостей. Ребята из КВН, из Камени Класс. Сейчас я знаю, Саша Овечкин едет сюда для того, чтобы поддержать и свою любимую команду ЦСКА. Несмотря на то, что он в Медануэрс, он симпатизирует армейскому клобу. Ну и поддержать своего старого товарища Виталия Фридзона. А в какой футболке, в какой джерси такая он, скорее всего, будет? Фридзон, ЦСКА, Фридзон, Сенит? Или он еще после вчерашнего матча один раз в студии снял? Они ждут. Либо Овечкин придет в старые майки Фридзона времен ЦСКА, либо он уже обтаймил кандировал. Но в любом случае такое количество известных людей на баскетболе недавно не видно. Хоккей закончился, футбол закончился. Все внимание к баскетболу и для многих это отличная возможность познакомиться с лучшей игрой с мячом. И прямо сейчас наши коллеги из Матч ТВ в прямом эфире, телеканал Старт. Представляете, у лиги даже конкуренция между комментаторами. И можно переключать каналы и с разными комментаторами смотреть матч и выбирать уровень баскетбола фантастически. Прямо сейчас. И мы наблюдаем, что Зенит в первые в финале и без боя сдаваться не собирается. Денис Дорохов, наверное, сделал этот финал не с баскетбольной точки зрения. Главная медиа-активность во всех соцсетях, везде. Насколько это важно для игры, для такого турнира. Денис Дорохов приезжает на баскетбол. Он не знает, что такое баскетбол. Он берет мяч. Это его вторая игра, между прочим. Он уже был здесь, на ЦСКА. И он только знакомится с баскетболом. И он выходит на площадку, устраивает шоу. Он тысячу шуток про коня. И он берет мяч, поворачивается спиной к кольцу и забивает какой-то невероятный бросок. Это украшение финала. Он знает самое главное. ЦСКА чемпион. Он это сказал сразу. Что его лучший друг. Это Никита Курбан, полюбимый игрок. Это факт. ЦСКА защищает титул. Зинит только надеется сместить армейцев в чемпионского трона. И в этом интересно. Помните, что Celebrity, Обенчкин, мы с вами. Это всего лишь дополнение к очень хорошему баскетболу. Хорошего баскетбола и до новых встреч, друзья. Это было ЦСКА Баскет Шоу и ведущий Руслан Матковский. Субтитры создавал DimaTorzok